Италия. Страна с богатой историей, захватывающей культурой и поразительной красотой. От блестящих вод венецианских каналов до мягких оттенков тосканских холмов. От величественных руин Рима до кристально чистых вод побережья Амальфи. Каждый уголок этой страны кажется вышедшим из картины. Сегодня мы отправимся в путешествие по десяти самым великолепным и вдохновляющим местам Италии. Местам, где каждый камень и каждый переулок рассказывают свою историю. Где кухня превращается в искусство, а пейзажи заставляют сердце биться чаще. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы узнать, что делает Италию одной из самых очаровательных стран мира. В Италии 58 объектов, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это больше, чем в Испании, Франции и других европейских странах. В этом выпуске мы отправимся с вами в страну Дольче Виты и увидим самые красивые итальянские места. Пещерный город Матера, Альбарабелла со своими легендарными домиками Трули. Итальянский Прованс, Кунио, вулкан Этна и многое другое. Этот ролик мы подготовили для вас с командой СМАПС, с которой мы также ведем и наш второй канал про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, возможность построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или эмиграции, подписывайтесь на каналы и находите нас по нику СМАПС в любых соцсетях. Альбарабелла. Живописный город, расположенный в регионе Апулия. Его название пошло от латинского арбор, то есть дерево, и белум, что значит война. Когда-то на месте городка росли дубовые рощи, которые использовались для производства надежных военных механизмов. Город наиболее известен своими трули, традиционными хижинами из сухого камня с коническими крышами, которые встречаются по всему региону. Трули в Альбарабелла являются выдающимися примерами строительных традиций, которые сохранились на протяжении веков. А в 1996 году город был внесен в список ЮНЕСКО, именно благодаря трули. Происхождение этих необычных домиков восходит к XIV веку. И считается, что они были построены для того, чтобы их можно было легко демонтировать, в случае необходимости. Это был способ для местных жителей избежать уплаты налогов. Трули возводятся из известняка, без использования строительного раствора или цемента. Конические крыши возводятся путем укладки известняковых плит по кругу. Уникальная конструкция помогает регулировать температуру внутри трули, сохраняя их прохладными летом и теплыми зимой. Матерра – древний город, расположенный в регионе Базиликата на юге Италии. Матерра известна своими уникальными и хорошо сохранившимися пещерными жилищами. А еще она – один из старейших постоянно населенных городов мира. Возраст Матерры – более 8 тысяч лет. Матерра имеет богатую историю, которая восходит к доисторическим временам. Пещеры Сасси де Матера – камни Матеры – были первоначально заселены в эпоху Палеолита и продолжали заселяться на протяжении всей истории. Это сложная сеть пещерных жилищ, высеченных в известняковых скалах реки Гравина. Сасси часто называют подземным городом, и они тоже признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Сасси содержит лабиринт пещерных жилищ, церквей и других сооружений. Эти пещерные жилища были высечены в мягкой известняковой породе и служили жильем для местного населения. Впрочем, здесь в каменных сооружениях до сих пор живут люди. Архитектура не только завораживает, но и обеспечивает изоляцию от экстремальных температур региона. Чтобы познакомиться с традиционным образом жизни в пещерах, можно посетить Каса Грота де Вико Солитарио – сохранившийся пещерный дом, превращенный в музей. Он дает представление о повседневной жизни жителей Матеры в XVIII веке. Матера – родина многочисленных рупестрийских церквей, которые представляют собой древние храмы, высеченные в скалах. В этих церквях сохранились фрески и другие религиозные произведения искусства, демонстрирующие историческое и культурное значение региона. Матера гордится своей уникальной архитектурой, поэтому на территории Сасси было открыто несколько пещерных отелей и ресторанов. И теперь поужинать вкусной итальянской пастой и запить ее итальянским вином, находясь при этом в пещере – не проблема. Матера получила международное признание как место съемок фильма Мэла Гибсона «Страсти Христова» в 2004 году. Сасси послужили фоном для библейской обстановки, что еще больше повысило узнаваемость города и привлекло поток туристов. А в 2019 году Матера была объявлена культурной столицей Европы, что привлекло внимание к ее культурному наследию, архитектуре и художественному сообществу. Кунио. Сам город имеет долгую историю, уходящую корнями во времена Римской империи. Он сыграл решающую роль в средневековой истории, служа укрепленным городом и стратегическим военным форпостом. Название Кунио происходит от итальянского слова, означающего «клин». Считается, что название относится к форме города, который зажат между двумя реками – Гесса и Стура. Кунио родился один из богатейших людей Италии – создатель легендарной нутеллы Микеле Ферреро. Но самым живописным местом неподалеку от города являются лавандовые поля, которые ничуть не хуже, чем в Провансе. Находятся они в провинции Кунио в коммуне Сале-Сан-Джованни. Благодаря многочисленным фотопровинциям в соцсетях в последние годы во время цветения лаванды, муниципалитет был взят штурмом, энтузиастами фотографии. Это значительное увлечение для муниципалитета с населением менее 200 человек. Что в итоге привело к тому, что администрация регулировала доступ и предпринимала ограничения на движение транспорта. Сале-Сан-Джованни известна не только лавандой. Комуна в целом имеет богатую историю, которая уходит своими корнями в римские времена. А на ее холмах, помимо лаванды, растут бессмертник, исоп, шалфей, мелиса, фенхель. Местное богатство, которое делает коммуну одним из лидеров Пьемонта по производству лекарственных трав. А с целью продвижения этого природного наследия, каждый год в конце июня здесь проводят мероприятие не только травы. Оно направлено на то, чтобы познакомить людей с местными продуктами, приготовленными из лекарственных трав, от мыла до духов. Но если вы приедете сюда, когда ярмарки не будет, вы можете посетить фермы в этом районе. Одной из таких является кадессария, которая выращивает лаванду более 20 лет. Здесь же можно заказать корзину для пикника или аперитив с ароматом лаванды или подсолнухов. Долина Вальдорча. В 2004 году Вальдорча в регионе Тоскана была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вальдорча – это покатые холмы, кипарисы, виноградники, оливковые рощи и золотистые пшеничные поля. Ландшафт типично тосканский. И на протяжении многих лет он вдохновлял многочисленных художников и фотографов. Знаменитая дорога, обсаженная кипарисами, ведущая к фермерскому дому, известному как Падеро-Бельведеро, является одним из самых фотографируемых мест в Тоскане. Этот классический тосканский пейзаж стал знаковым символом региона. Долина усеяна средневековыми и ренессансными городками на вершинах холмов. Пьенца, Монтальчино, Монтапульчано и Сан-Квирико-Дорча – одни из самых известных и живописных городов региона. Пьенца, в частности, славится своей хорошо сохранившейся архитектурой эпохи Возрождения. Городок часто называют «идеальным городом» из-за ее продуманной планировки в стиле ренессанса. Пьенца была реконструирована папой Пьем II, который стремился превратить свою родину в образцовый город эпохи Возрождения. Вальдорча является частью крупного винодельческого региона Тосканы и известна производством одних из лучших вин Италии – Брунелло де Монтальчино, высоко ценимое красное вино. Производится на виноградниках, окружающих город Монтальчино. Регион известен и своим сыром Пикорино, особенно Пикорино де Пьенце. Этот сыр из овечьего молока – основной продукт тосканской кухни и обычно подается с местным медом или джемом. Вилла Десте – знаменитая вилла эпохи Возрождения, расположенная в Тиволи, недалеко от Рима. Она была построена по заказу кардинала Ипполита II Десте, сына Альфонсо I Десте, герцога Феррарского. Вилла была построена между 1550 и 1572 годами и служила символом богатства и власти кардинала. Покровитель виллы Кардинал Ипполита II Десте был важной фигурой в католической церкви. Роскошный образ жизни кардинала и покровительства искусству способствовали превращению виллы Десте в грандиозное убежище. После смерти кардинала Ипполита II вилла несколько раз переходила из рук в руки и подвергалась различным модификациям. В конечном счете она была приобретена домом Габсбургов в XVIII веке, а в XIX веке стала собственностью итальянского государства. Вилла была спроектирована архитектором Пьера Легорио, который объединил в архитектуре элементы классики и ренессанса. Само здание является шедевром благодаря сочетанию лоджий, террас и впечатляющих интерьеров. Вилла Деста особенно известна своими фонтанами и водными объектами. Обширные сады представляют собой систему террас с каскадами, водопадами и многочисленными фонтанами. Одной из самых уникальных особенностей виллы Деста считается органный фонтан, фонтана Дель Рогано, который включает в себя настоящий гидравлический орган. Вода течет по трубам органа, создавая музыку. Сады-виллы считаются одним из лучших образцов садового дизайна итальянского ренессанса. Для них характерны тщательно спланированные террасы, продуманные водные объекты, статуи и богатое разнообразие растений. В 2001 году вилла Деста вместе с ближайшей виллой Адриана была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект был признан за его выдающуюся универсальную ценность, представляющую креативность и новаторство садов итальянского ренессанса. Голубой грот. Гротта Азура. Одна из самых известных природных достопримечательностей на острове Капри. Эта морская пещера славится своим голубым светом, из-за чего и получила свое название. Пещера формировалась веками в результате эрозии береговой линии. Вход в голубой грот довольно маленький, всего около 1 метра в высоту и 2 метров в ширину. Посетителям приходится ложиться на спину в лодке, чтобы заплыть в пещеру во время отлива. Голубой грот привлекает внимание своим завораживающим голубым цветом, который создается солнечным светом, проходящим через подводную полость и освещающим пещеру. Такой интенсивный синий цвет является результатом рассеивания солнечного света в воде. И он особенно эффектно выглядит, когда море спокойное. Вулкан Этна. Возвышаясь примерно на 3329 метров над уровнем моря, Этна является самым высоким и массивным вулканом в Европе. Высота Этны постоянно меняется из-за продолжающейся вулканической активности. Этна – один из самых активных вулканов на Земле, который извергается уже миллионы лет. В греческой мифологии гора Этна считалась кузницей Гефеста, бога огня и кузнечного дела. Считалось, что извержения были результатом работы Гефеста в своей кузнице. Есть и другие легенды о вулкане. Кто-то говорит, что вулкан на самом деле придавленный в ходе битвы богов и титанов Энкелат. Афина смогла усмирить этого гиганта, но иногда он бунтует, что и вызывает извержение. Есть и мифы, которые гласят, что у подножья горы обитала нимфа Этна, или что в недрах этого массива находятся скованные титаны и циклопы. В честь этой нимфы вулкан и получил свое название. Из-за своей частой активности и потенциального риска для ближайших населенных пунктов, вулкан Этна находится под пристальным наблюдением ученых и обсерваторий. Для снижения рисков, связанных с извержениями, существуют системы раннего предупреждения. Вулкан извергается каждые 90 дней, а через 150 лет происходит особо опасное извержение, которое может уничтожить все сицилийские деревни вокруг. Здесь на горе есть обсерватория, которая служит исследовательским учреждением, занимающимся мониторингом вулканической и сейсмической активности. Она находится при Национальном институте геофизики и вулканологии. Вулканические почвы вокруг вулкана Этна богаты минералами, что делает регион плодородным для сельского хозяйства. Этот район известен и производством высококачественных вин, в том числе знаменитых вин Этнодок. Метро Неаполя. Италия хоть и славится своей природой, есть и ряд современных достопримечательностей. Одно из таких мест – Неполитанский метрополитен, а если точнее – станция Толеда, открытая относительно недавно, в 2012 году. Станция Толеда считается одной из самых красивых станций метро в Европе. Она была спроектирована испанским архитектором Оскаром Тускитсом Бланко и украшена произведениями искусства различных современных художников, например, Роберта Уилсона и Уильяма Кендриджа. Это одна из самых глубоких станций метро в Неаполе, 50 метров. И ее дизайн включает в себя естественное освещение за счет использования мансарды Хакон и других архитектурных элементов, создавая визуально поразительную и просторную обстановку, несмотря на ее глубину. Дизайн станции вдохновлен темой воды и моря, с синими оттенками и художественными изображениями волн и морских обитателей. Дизайн отражает тесную связь города со Средиземным морем. Станция Толеда получила несколько наград за свое архитектурное и художественное совершенство. Она завоевала звание самой красивой не только в Европе, но и в мире. Эту награду она получила в номинации «Инновации в пространствах» от Международной тоннельной ассоциации. Своего рода «Оскар» в сфере подземных сооружений. Замок Саммитсана известен своим архитектурным стилем мавританского возрождения, характеризующимся сложными геометрическими узорами, яркими цветами и декоративными элементами, напоминающими мавританскую и исламскую архитектуру. На дизайн замка оказалось сильное влияние увлечения ориентализмом в XIX веке. Происхождение замка можно проследить до начала XVII века, когда первоначально это была простая сторожевая башня. Нынешняя тщательно продуманная структура в основном является результатом обширных реконструкций и расширений, проведенных в XIX веке итальянским дворянином. Фердинанда Панчатичи Хименесом Дарагона. Этот дворянин превратил первоначальное сооружение в великолепный замок, который мы видим сегодня. Над своим проектом он работал почти 40 лет, с 1853 по 1889. Для создания и презентации своей коллекции «Весна-лето 2021» Том Мода Диор выбрал именно этот замок в Тоскане. Это не первый раз, когда замок Саммицано становится идеальным местом для съемок. Раньше здесь проходила съемка рекламного ролика «Духов Элиан» от Терри Мюглер, а также использовались некоторые интерьеры для съемок фильма «Страшные сказки» 2015 года, который получил множество национальных и международных наград. Место оправдало свое назначение, ведь атмосфера и интерьеры замка выглядят так, будто они перенесены из захватывающего фантастического мира. Неудивительно, что Саммицано иногда называют замком «Тысячи и одной ночи». Вилла Дель Казали – это древнеримская вилла, расположенная недалеко от города Пьяце-Армерина на Сицилии. Она славится своей хорошо сохранившейся и обширной коллекцией римской мозаики, дающей ценную информацию о повседневной жизни и культуре Римской империи. Считается, что вилла Романа Дель Казали была построена в начале 4 века н.э., вероятно, во времена правления римского императора Максимилиана. Считается, что вилла принадлежала богатому римскому аристократу, хотя точная личность владельца остается неопределенной. Некоторые теории предполагают, что это, возможно, была резиденция члена императорской семьи. Вилла наиболее известна своими тщательно продуманными и хорошо сохранившимися мозаичными полами, занимающими площадь более 3,5 тысяч квадратных метров. Мозаики изображают широкий спектр сцен, включая мифологические истории, повседневную жизнь, сцены охоты и замысловатые геометрические узоры. Вилла Романа Дель Казали была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году в знак признания ее исключительной коллекции римской мозаики. Эти мозаики считаются одним из лучших и наиболее полных примеров римского напольного декора. Примечательные сцены включают знаменитую мозаику девушки в бикини, демонстрирующую спортивных женщин в купальниках-двойках, занимающихся различными видами спорта и упражнениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова